у нас выходят уроки выходят после записи так что вы можете в ютюбе посмотреть все наши уроки за все годы более шести лет проходят уроки мишли сегодня 14 глава тоже мы будем изучать потому что сегодня 14 мая уже века существует более шести лет более шести лет и за шесть лет было только моих уроков больше чем 1700 уроков представляете все они есть практически на ютюбе большинство из них есть на ютюбе на сайте воикра то есть мы учимся конкретно много и тора реально меняет жизни те кто изучает уже много лет вот например максим перенчук уже тоже наверное лет пять он учит тору даст нами может четыре и значит может он подтвердить насколько позитивно тора влияет на его жизнь потому что если ты строишь свою жизнь и по божественным законам советам то конечно ты можешь рассчитывать на то что бог будет тебе помогать а если ты строишь свою жизнь по своим каким-то выдумкам задумкам или по советам каких-то людей непонятно где они взяли то и результат будет непонятный непонятный хорошо дорогие друзья сегодня мы начинаем книгу бамидбар это четвертая книга торы в пустыне переводится название бамидбар это в пустыне мы знаем что есть машера бейну записал пять книг торы пяти книжа первая книга называется брейшит в начале мне рассказывается о значит о сотворении мира и до момента когда яков его сыновья спустились в египет вторая книга называется шмот имена в ней рассказывается история как еврейский народ в египте значит был в египте и вышел из египта то есть его и еврейский народ был в египте 210 лет 210 лет и значит вышли из египта и третья книга вайкра мы учили вайкра и возвал эта книга о святости эта книга о том как устроены все законы связанные со святостью как устроен мешкан это был передвижной храм в пустыне жертвоприношения что такое вообще святость и как с ней взаимодействовать это называется книга вайкра и возвал это была третья книга и 4 книга называется бамид бамид бар в пустыне она рассказывает о сорокалетнем периоде в пустыне до захода в землю израиля значит вот мы начинаем изучать и сказал бог маша в пустыне сина и ваши три откровения первого числа месяца 2 2 года после выхода из земли египетской и сказал он так посчитайте посчитайте всех а всю общину сынов израиля по семьям по по домам отцов вы миспар шамот по прямо по именам каждого мужчину посчитайте в отдельности значит от 20 лет и выше каждый кто идет в армию то есть в армию брали от 20 лет и выше ты в киду там их всех нужно было посчитать переписать по их по войскам их да как они как военная это была организация от а ворон ты арон посчитайте значит уже отсюда у нас возникает несколько вопросов возникает несколько вопросов почему их пересчитывать начали вот они вышли из египта мы помним они вышли 14 нисана 14 числа месяца нисан они вышли из египта это песок мы празднуем песок потом они на следующий год первого нисана это первый месяц первое число поставили мешкан поставили храм передвижной его осветили начали на нем приносить в нем переносить жертвоприношения арон стал первосвященником то есть провели всю 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 работу включили мешкан а посчитать сынов израиля сказали 1 числа второго месяца мудрецы которые изучают тора они понимают что в каждом в каждой букве в каждом предложении в каждом нюансе скрытые огромные огромные смысловые пласты и какой здесь скрыт смысловой пласт оказывается удивительно то есть как бы это структура мира тора эта структура мира так устроен мир в духовный мир вообще мироздание и когда ты понимаешь она как бы проецируется на наши жизненные законы надо было подождать 30 дней пока чтобы убедиться что божественное присутствие есть в этом мешкане 30 дней это тот срок через который понятно что что-то стало уже постоянным и когда божественное присутствие стало постоянным в этом мешкане в передвижном храме тогда начали уже другие действия начали считать сынов израиля теперь какое-то имеет отношение к нашему к нашей жизни вот например человек приезжает в город приезжает он в город поселился он в каком-то районе а в этом районе живет человек который взял обед что он не получает никакой пользы от жителей этого города с какого момента тот кто переехал в город считается жителем города оказывается по торе с 30 дня на 3 после того как он прожил 30 дней в городе он житель города ты например чек кто-то купил квартиру и он заказал мезузы он должен повесить в эту квартиру мезузы на косяках двери дома повесить в мезузы сколько дней он может их не вешать за границей это 30 дней то 30 дней это тот срок который через который уже что-то становится постоянным поэтому я всем советую кто хочет внедрять себя какие-то привычки начинать с первого числа месяца и идти до тридцатого по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть делать 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 на тридцатый день ты уже знаешь что у тебя уже выстроилась какая-то постоянство внутри еще я вспомнил один момент в торе где этот закон он имеет свою проекцию например есть такой закон когда когда наступает зима до начинают читать после суккота в молитве начинают меняют там в одном месте благословения и если если летом мы говорили значит если летом мы говорим что бог который дает росу да то летом мы то зимой мы говорим маши вороху марита гэшин тот кто дает ветры и идут ливни идут дожди теперь если человек он сомневается то есть он думает как же если муж сегодня машинально сказал как летом уже надо поменять было эту вставку и надо было уже говорить зимой начинается уже вот этот вот период когда надо говорить который дует ветры и падают дожди и ты думаешь а вдруг я сказал про росу и человек не может понять или он машинально сказал как было летом или он же все-таки уже сказал как надо было сказать закон такой если это происходит в тридцати днях после того как поменялась эта вставочка то он машинально скорее скорее всего сказал как как было летом и надо тогда поменять если же это уже прошло 30 дней с момента как он начал это говорить значит он значит он сказал правильно то есть мы считаем уже что он сказал правильно машинами за 30 дней происходит изменение изменения значит вот здесь поэтому именно на тридцатый день в бог сказал пересчитать их, и они начали подсчет. Это вот первое такое интересное, что мы здесь учим. Дальше идет интересный момент. Идет интересный момент. И сказал, значит, Бог сказал, чтобы вместе с Аароном и вместе с Мошарабейну счетную комиссию, те, кто считают, знаете, как есть, вот когда считают сейчас перепис населения, там есть какая-то счетная комиссия. И тут Бог сказал, и будут с вами вместе от каждого колена, было 12 родов, как вы знаете, один из глав бета-вутав, значит, один из глав колен. И вот имена тех людей, которые будут с вами вместе участвовать в этой вот счетной комиссии. Калена Раувена, Элицур бен Ждыюр. Значит, чтобы было понятно, и в рейсе имена в Торе, вот мы читаем там Элицур, да, такое странно звучащее имя, Элицур. Его звали. Элицур бен сын Ждиюра. Ну, такое имя, да, непривычное для, особенно для европейского, для русскоязычного гражданина. Теперь, но если мы переведем это имя, то окажется, что перевод этого имени, Элицур, его звали вот так. Если бы мы понимали иврит, и переводили полностью на русский, да, то нужно было бы писать Элицур, Бог мой скала, его звали. Тебя как зовут? Бог мой скала, меня зовут, а папы твоего как звали? Шеди Ур, Бог мой свет. Значит, меня зовут Бог мой скала, а папу моего звали Бог мой свет. Это имя имеет перевод. Понятно, да? Колено Шимона, как звали главу этого колена? Шлуми Эль. Шлуми Эль звали его. А папу его как звали? Сын Цури Шадай. Значит, его тут, опять же, у них, у каждого в имени было имя Всевышнего. Мы знаем, что есть много имен Всевышнего, которые обозначают правление Всевышнего. Значит, Шлуми Эль переводится совершенство мое или шалом мой, да? Ну, совершенство, полнота. Шалом – это совершенство и полнота. Или можно мир мой перевести, да? Шлуми – это мир мой Бог. Меня зовут. Как тебя зовут? Мир мой Бог меня зовут. Вот так. А папу твоего как звали? А папу звали Цури Шадай. Скала моя – Бог. То есть, до этого было, было, до этого Бен Жди Ур. Жди Ур – это наоборот. То же самое имя, только состоящее из двух имен. Только наоборот. Бог мой свет. А, тут была Цури Шадай. А тут скала мой Бог. Вот так. Значит, тебя как зовут? Мир мой Бог, а папу твоего скала мой Бог. Интересно. Колено Иуда. Колено Иуда. Значит, как звали главу колена? Нахшон бен Аминадаб. Значит, как переводится слово Нахшон? Я не знаю. Нахшон. Не знаю, как переводится. Сын Аминадаб. Народ мой. Надав – это надив. Это дающий, добрый. Народ мой добрый. Папу звали. Народ мой добрый. А его звали Нахшон. Сын народ мой добрый. Колено Иссахара. Значит, вот Колено Иссахара звали главу колена именем, которое и сегодня используется. Звали так его. Как тебя зовут? Натан Эль. Дал мне Бог. Или данный Богом. Натан Эль. Тебя как зовут? Данный Богом. А папу как звали? Бен Цуар. То не могу перевести. Цавар – это шея вообще. Похоже по написанию на шея. Сын шеи. Может быть, папу его назвали шея. У него была большая шея, может быть. Но, как бы, на первый взгляд, вот такой перевод. И так далее. Значит, почему мне нравится эта глава, мне очень сильно запомнилась. Потому что в этой главе Колено Иосефа. И у Колена Иосефа было два сына, которые поднялись на уровень всех остальных глав колен. И главу Колена Ифраема звали Элишама бен Амиут. Звали его Бог меня услышал. Сын Амиуда. Народ мой от это… Ну, как сияние, от, можно сказать, сияние большое. Народ мой сияние. Амиут. Почему это… Я запомнил это имя сильно. Когда-то, когда я только начинал учить Тору, это был первый год, как я приехал в Израиль. Я учился в Ешиве. Я пошел на урок Рава Ицка Казильбера. И он на уроке объяснял вот эту главу. А моя жена в это время была беременная. И он, когда объяснял эту главу, он говорит такую вещь. Он обратил внимание даже глубже. То есть, не просто на имена. Он говорит, смотрите. По именам глав колен видно, о чем думали их родители в Египте. То есть, родители же дали им эти имена. И тут имена родителей. А они же вышли из Египта всего год назад. Значит, эти имена давали когда? В Египте. Когда они были еще в рабстве. То есть, еще Маша Рабейну не пришел. А у них уже были такие имена. Он говорит, видно по имени, которое родители дают ребенку, о чем они думали в тот период времени. И он так показывает на меня. И говорит, вот, например, ты, значит, зову тебя Амиут, к примеру, да? И ты живешь в Египте, ты в рабстве, тебе тяжело. И ты молишься и говоришь, Бог, пожалуйста, освободи меня из рабства, освободи меня из этого, выведи меня на правильный путь. Я хочу в Иерусалим, хочу в Израиль, хочу жить, учить Тору, все. Вот ты об этом молился, и потом, бах, у тебя рождается ребенок. А, хочу ребенка, хочу сына, там, чтобы у меня был сын. И, значит, как ты сына этого назовешь, который родился благодаря твоей молитве? Эли Шама, Бог меня услышал. Я думаю, у меня жена беременная, думаю, вот если, а он действительно повторил мою молитву, как я молился в Москве, прям слово в слово. Вот прям реально, как я так молился, и он прямо как-то на меня так посмотрел, и слово в слово повторил мою молитву. Я думаю, ну назову точно Эли Шама, если действительно у меня сын родится в Иерусалиме, все, назову Эли Шама. Так и получилось, у меня родился сын Эли Шама, ну вот сейчас ему уже 22 года, значит, это имя моего сына Эли Шама. Потом он показывает на другого парня, на другого парня, и говорит, колено Дана, например. Вот звали в колене Дана, звали главу колена Ахи Эзер, бен Амишадай. Значит, брат мой поможет, брат мой помогает, Ахи Эзер, брат мой помогает. Сын, а папу звали Амишадай. Он показывает на другого, говорит, вот ты, например, да, ты живешь в Египте, в рабстве, тебе так тяжело, тебе, значит, вообще у тебя родился ребенок больной, значит, ты вообще молишься, плачешь, как я буду содержать, ребенок болеет, то болеет. Потом, значит, родился, и тут тебе начал брат помогать, начал тебе брат помогать, и брат тебе во всем помогал, и родился у тебя сын. Значит, как ты сына назовешь? В честь брата, брат мой помогает. Ахи Эзер, чтоб все знали, что брат тебе помогает. Тот вообще белый стал. Равзильбер его видел первый раз в жизни. Это был парень, который только приехал в Ешиву. У него первый ребенок был болен, родовая травма, там очень, ну, он был прикован к инвалидной коляске. У него были какие-то очень большие проблемы, ему все это время помогал его брат, обеспечивал, помогал там и так далее. И он, значит, вообще просто очень удивился. Потом у него, и в это время жена его была беременела, не в это время, через год где-то, его жена забеременела. А он тоже это запомнил. И он пришел тогда, а его жена пришла, значит, к Равзильберу и говорит, что нам сына Ахи Эзер называть. А он хотел сына Ахи Эзер назвать. Равзильбер говорит, почему Ахи Эзер? Это имя не используется. И Лишама это имя очень редко. Это как, там, я не знаю, назвать ребенка Святослав там или какой-нибудь, ну, вот такое имя, знаете, древнее там, древнее какое-то имя. И Лишама, но оно иногда встречается. И Лишама такое где-то одно там на, я не знаю, на миллион, может быть, Если Лишама один на миллион. А Ахи Эзер вообще не встречается. Это имя вообще не используется. Оно не очень красиво звучит на иврите. Ахезер. Так его жена пришла спросить. Равзильберг говорит, почему Ахезер? Откуда вообще вы взяли такое? Она говорит, так вы же сами сказали вот мужу тогда на уроке. Он говорит, я не помню, назвайте как хотите. И они назвали ребенка Ильяу. Вот этого парня зовут Ильяу. То есть Тора, она дает некую такую очень сильную проекцию. И действительно видно, о чем думали родители, когда рождались дети. И в принципе дети, которые рождаются, это следствие того, о чем думали родители. Мы сейчас, пока мы с моих умажем, закончим. То есть здесь дальше идут имена. Завтра мы продолжим изучать эту недельную главу. А я сейчас вспомнил такой анекдот, когда один парень услышал, услышал вот эту вот теорию, что то, что происходит с детьми, это следствие того, что думали, о чем думали их родители до рождения детей, во время зачатия и так далее. И он решил эту теорию проверить. И он звонит своему папе и говорит, папа, говорит, ты о чем думал вот до моего рождения, во время зачатия? Папа говорит, я не помню. Говорит, что, откуда я помню? Этот сын думает, ну хорошо, ты хотя бы помнишь, ты мальчика хотел или девочку? Вот скажи, ты кого хотел вообще, ребенка, мальчика или девочку? Папа вспоминал, вспоминал, говорит, сынок говорит, я из того времени помню, что хотел только расслабиться. Хотел я только отдохнуть, расслабиться, вообще я про детей не думал, а получился сын. Теперь, это анекдот такой, но по факту, по факту, если мы посмотрим на большинство случаев в жизни, и в позитиве, и в негативе, то это реализация ожиданий человека от своего будущего. То есть люди думают все время, и, к сожалению, многие думают о негативе больше, чем о позитиве. Теперь, это то, что мы из недельной главы мы чуть посмотрели. Теперь, да, и интересно, что то имя, которое человеку дают родители, это как в момент рождения, это было, как бы, говорят, что это даже пророчество какое-то, что родители получают вот это имя, которое они дадут ребенку. Но дальше, вот интересно, что в той же Индии, например, да, в той же Индии люди, которые занимаются духовным ростом, каким-то духовным развитием, они на каждом этапе своего развития, они получают новое имя, которое соответствует их сегодняшним качествам, ожиданиям. И был такой психолог известный, звали его Эрик Эриксон. Его папу звали не Эриксон, маму звали не Эриксон, даже отчима звали не Эриксон, который его усыновил. А он себе взял имя Эриксон. Почему? Потому что имя Эриксон значит сын Эрика. Эриксон. То есть он говорит, меня зовут Эрик, и тот человек, который сейчас есть, это не сын моего папы, который бросил мою маму, это не сын моего отчима, которого я вообще ненавижу, это даже не сын моей мамы, которая не могла определиться вообще по жизни, кто она и где она. А Эрик, который есть, это Эриксон, это сын Эрика. Я создал себя сегодняшнего, таким, какой я есть, своими решениями. Это очень такой вот интересный взгляд. Хорошо. Теперь дальше. И есть в Торе, чтобы закончить ту тему с именами, есть в Торе такой, как закон, идея такая, что меняющий имя меняет судьбу. То есть человек, который меняет свое имя, он в этот момент меняет полностью свою судьбу. И больному, который, например, выздоравливающим, если человек болеет сильно, то есть такая практика, что ему добавляют там имя, Хаим, жизнь, или Рафаэль. Значит, Рафаэль это ангел, который отвечает за выздоровление. Рафаэль, что Бог излечивает. То есть добавляет имя, вот такое вот, какое-то жизненное имя, в котором есть жизненная сила. Или просто меняют имя, что на другое, потому что, может быть, вот тому имени есть плохая судьба, а новое имя, это будет совсем другая судьба. Хорошо. Теперь мы еще немного поучим Мишлей. 14 мая сегодня, 14 глава притчи. И здесь, значит, есть очень много в этой, глава длинная, в этой главе 35 отрывков. Я даже думаю, это самая длинная глава. Советую вам еще раз, закажите книгу и изучайте по одной главе в день. Я вас, вам гарантирую, что если вы год будете изучать, вот за месяц, вы проходите всю книгу, если по одной главе в день изучаете. Значит, вы 12 раз проходите всю эту книгу с карандашечком, с ручкой. Значит, вы подчеркиваете, записываете, что-то заучиваете наизусть. У вас меняется полностью программное обеспечение. Если хоть 1% мудрости царя Соломона перейдет к вам в сердце, в голову и поможет вам в жизни, у вас будет совершенно другой уровень жизни. Теперь здесь в 35 отрывках есть очень много, очень много таких, которые прямо жизненные. Да, я очень люблю жизненные. Такие отрывки, которые можно сразу использовать. значит, давайте посмотрим, что-то такое полезное. Ну вот, например, есть 12 отрывок. 12 отрывок звучит так. Еш, дэрак, яшар, лев, нэй, иш. Есть путь прямой перед человеком. Вэ ахарита дарке мавет. Но его последствия это пути смерти. Значит, есть в Мишле еще несколько отрывков похожих. Суд такая, что путь человека прямо в его глазах. Да? То есть, все, что человек делает, ему кажется, что он делает правильно, с хорошими побуждениями. Но бывает, что его последствия это смерть. Да? Поэтому надо понимать, что легкий путь, он не всегда, он не всегда, значит, не всегда легкий путь, он хорош для человека. Дальше. Вот есть, например, сейчас, сердце наземное. Дом и че-то грудные. Ну, есть вот этот вот интересный одиннадцатый отрывок, тоже такая известная мудрость. Бедры, шаим и шамет. Дом злодеев будет уничтожен. Вэ оль и шарим яфриях. А шатер, да, шатры-то жили раньше в шатрах, таких как бедуины живут, да. Шатер прямых, он будет процветать. Это смилым рай в шалаше, то есть лучший дом, лучше есть там кусок левочерства, чем дом полный ссор. То есть, здесь еще раз подчеркивается, что самое главное в жизни это твое внутреннее состояние, твоя внутренняя правильная система. если у тебя шалом в душе, то тебе в принципе внешние обстоятельства, они не так, счастье человека зависит не от внешних обстоятельств, а ты от его внутреннего состояния. И внешние обстоятельства это следствие твоего правильно выстроенного внутреннего состояния. Это подчеркивается в Мишле везде. Дальше есть очень хорошая еще здесь интересная такая, сейчас, вот тринадцатый отрывок, да, тринадцатый отрывок, он такой, гам, бесхок и кавлев, также во время смеха болит сердце, вахарита, семха, а последствия радости туга, груз, последствия радости груз. Значит, здесь подчеркивается цикличность жизни, и мы живем в том мире, в котором все время приходится выбирать, то есть приходится выбирать, есть рождение, смерть, день, ночь, зима, лето, то есть нет ровности в этом мире, нет и не будет, и весь вопрос в том, насколько ты умеешь быстро и легко выходить из темных периодов, из ямы, преодолевать сложности, то есть нет человека, у которого бы этого не было, просто цадик, праведник, он семь раз упадет и встанет, и вот никакая его сложность, она не может его сломать, злодей, у которого он злодей по сути своей, по взглядам на жизнь, он один раз упадет и не встанет, вот в этом разница между путей людей, значит, и давайте, сейчас, секундочку, что-нибудь такое позитивное, так, ну вот, ну вот, 20-21, очень классный отрыв, те два, они прям, мудрость такая, что анрил, вот послушайте, 20-й отрывок, гамли-реу и санэ-раш, также ближнему своему ненавистен бедный, в уавей ашир рабим, и много любящих у богатого, значит, на первый взгляд, мы читаем, думаем, что это такое, то есть, также, даже для ближнего своего ненавистен бедный, как так, они его близкие, почему ненавистен бедный, в уавей ашир и любящие богатого многочисленны, по-простому мы посмотрим, нету человека денег, он никому не нужен, это как бы простое понимание, если у него много денег, то вокруг людей, которые ему льстят, которые рядом с ним хотят находиться, то есть, даже вот я, когда писал перевод, я любящих написал в кавычках, да, много любящих у богатого, но, это поверхностный взгляд, теперь взгляд более глубокий, кто такой бедный поторий, кто такой богатый, поторий, это не финансовое состояние, богатый поторий, мы учили в Перте вот, что богатый, это тот, кто счастлив своему уделу, богатый, это значит счастливый, тот, которому хватает, он довольный своему уделу, кто такой бедный, бедный, тот, кому не хватает, раш, это, значит, это тот, кому не хватает, да, теперь, ему может не хватать, есть, у человека есть деньги, ему не хватает, ему мало, 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 теперь человек, которому всегда не хватает, и который хочет забрать у других, он даже ближнему своему ненавистен. Теперь тот, который богатый, у него много любящих, потому что ему хватает, а если ему хватает, и он доволен своему делу, он может поделиться, он может дать, потому что у него есть избыток. То есть здесь речь идет о состоянии души. Есть человек, который бедный, это состояние души, мне не хватает, я боюсь. Есть богатый, у которого, у меня все отлично, у меня все есть. Это то, что определяет отношение людей к тебе. Твое отношение к жизни определяет отношение людей к тебе. И 21 отрывок это доказывает, вот такое второе понимание. 21 отрывок звучит так. Бас лереу хотэ. Тот, кто пренебрегает своим ближним, позорит ближнего. Бас это, значит, презирающий, да, вот я здесь перевожу. Презирающий ближнего, значит, хотэ, он грешник. Умэхонэн анавим. Аним, или анавим, есть два разных прочитания. Тот, кто любит добрый к бедным или к скромным, ашраф, он будет счастлив, это его счастье. То есть получается, что все зависит от того, как ты относишься к ближним. И вот есть самый главный совет, самый главный совет, человек, который хочет иметь хорошее отношение к людям, с людьми, да, чтобы люди тебя любили, помогали. Все хотят, чтобы люди любили, помогали. Нужно изменить в корне свое отношение к другим людям. То есть нужно по умолчанию установить у себя отношение к другим людям на уровне уважения, на уровне доброжелательность, желание помочь. И когда ты так относишься к людям, по умолчанию они поворачиваются к тебе своей лучшей стороной. Но если ты ненавидишь людей, презираешь, если ты с ними, ждешь от них гадости какой-то, да, то ты поворачиваешь их к себе той стороной, которая самая у них темная и негативная. Как луна у нее, сторона, которая освещена, и сторона, которая темная. Теперь, это очень важно, поработать со своим отношением к людям, к жизни. И мир поворачивается, мир это следствие, мир это реакция на то, какой ты. То, какой ты, как ты со Всевышним, как ты с людьми, все окружающий мир потом дает тебе, как бы, отдачу, ну, возвращает тебе то, что ты успел построить. Помните, мы учили ангелы, как Яков, который, сон Якова, лестница в небо. Каждый человек, это как лестница, где, где тело, это стоит на земле, а верхушка уходит в небо. И ангелы поднимаются и опускаются. Каждая твоя мысль и действие это ангел, который поднимается и опускается. Самое лучшее, я вам сейчас размещу в телеграм-канале письмо, письмо Рамбана своему сыну. Рамбан написал своему, был великий мудрец, написал своему сыну письмо, такое прям наставление. И вот если это письмо читать каждый день, то Рамбан пообещал, что тогда ваши молитвы будут услышаны. Вот я сейчас это письмо в телеграм-канале размещу. Попробуйте, почитайте его 30 дней каждый день. Оно занимает чтение 2, максимум 3 минуты. И попробуйте после урока, вот мы получили урок Торы, и попробуйте это письмо читать каждый день, вы увидите, что ваши молитвы будут приниматься. Все, спасибо Максиму за прекрасное описание урока. Сейчас мы его, это описание скопируем и, значит, используем это описание. Если можно его написать в телеграме, а, здесь напишем, а в телеграме писать нельзя. Все, всем прекрасной недели, шавуатов, удачи, успехов, и хая-ехида, как можно связаться с лестницей в небеса. Это как раз, да мир, вот это верхние уровни, то есть с лестницей в небо, это вначале идет нэшама, потом хая, и потом ехида. Это как раз верхушка уходит в небеса. Всем счастливо, удачи, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок